22 июня в Тихвине прошли торжественно траурные мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. 76 лет назад в 4 утра началась война, которая длилась 1418 дней и ночей и унесла жизни более 26 миллионов человек. Мероприятия в этот день начались с возложения цветов к памятнику «Слава героям», чтобы почтить память погибших солдат. Здесь собрались депутаты, ветераны, общественники, школьники, представители учреждений и организаций и жители Тихвина. После все участники мероприятия колонны отправились на Братское кладбище, где ежегодно проходит траурный митинг. В этот день было сказано немало слов о тяжелых событиях того времени. Присутствующим обратились депутаты законодательного собрания Ленинградской области Александр Петров и Надежда Белова. Особенно обращаюсь к молодому поколению. И прошу, вы храните обязательно эти дни памяти, потому что недаром говорят, пока войну помнят, ее не будет. На торжественно-траурном митинге выступали глава Тихвинского района Александр Лазаревич и глава районной администрации Вера Пастухова. Мы сегодня с вами здесь для того, чтобы еще раз сказать самим себе, сказать друг другу, мы помним, мы не забыли, мы чувствуем великую благодарность к нашим ветеранам. Мы эту память будем хранить и передавать из поколения в поколение. И до тех пор, пока будет так, наше государство будет сильным, а народ непобедимым. На траурном митинге выступил Федор Левской, ветеран Великой Отечественной войны. Он поблагодарил участников мероприятия за стойкость и память о тех днях. Ежегодно, 22 июня, на Братском кладбище происходит церемония захоронения останков советских бойцов, найденных поисковиками отряда 4-я армия. В этом году захоронили 26 останков солдат и офицеров, которые отдали жизнь за освобождение Тихевина. Личность одного из них удалось установить. Это Федор Павлович Берлов, красноармеец. Удалось разыскать родственников героя. Эта новость нас застала врасплох совершенно неожиданно. Это произошло 13 июня. По телефону такой отец Митяй, как он себя называет, начальник поисковой группы в Тихвине, обнаружил в останках Федора Павловича медальон, в котором были указаны адреса его двух братьев. Моего отца, в том числе Андрея Павловича, и Максима Павловича, моего дяди. К сожалению, ни того, ни другого уже в живых не осталось. Это, конечно, большое дело они совершили, поисковики. Совершенно непостижимо. Все считали эти годы Федора и Капитона, двоих братьев моего отца, пропавшими без вести. А тут вот обнаружились его останки. Он здесь воевал и, к сожалению, погиб в составе этих 26, с которыми вместе был захоронен. В настоящее время на Братском кладбище покоится более 3,5 тысяч солдат и известных, и безымянных. Спасибо. 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 Спасибо.